Здравствуйте! Я всех приветствую! С вами Константин Евгеньевич. Мы продолжаем изучать курс физики 7 класса и приступаем к изучению нового раздела. Для начала приготовим свои письменные приборы, тетради и учебник. Откроем учебник на 55 параграфе. Перед тем, как приступить к изучению его, давайте вспомним несколько моментов, которые были нам уже известны с предыдущих тем. В первую очередь мы начнем с понятия силы. Как вы помните, любое взаимодействие тел в физике описывается с помощью понятия силы. Если у нас есть два тела, которые каким-то образом притягиваются или отталкиваются друг к другу, то с точки зрения физики мы говорим, что на эти тела действуют силы. Напомню, что сила обозначается буковкой F от английского слова force и аналогичным у латинского слова. Обозначается буквой F, над ней ставится стрелочка, которая означает, что это величина векторная. И дадим полное определение, что сила есть величина векторная, которая характеризуется точкой приложения, которая изображается на рисунке, направлением, которое изображается с помощью вектора или стрелочки, и модулем, то есть величиной этой силы. Напомним, что сила измеряется в ньютонах. Ньютон это единица измерения силы. К этому моменту мы знаем уже несколько видов сил Напомним их В частности, одну из первых сил, с которой мы познакомились, это сила тяжести Сила тяжести это сила, которая действует на любое тело со стороны нашей планеты То есть она стремится перетянуть это тело к себе Действует вертикально вниз, направлено к центру Земли Обозначается вот таким вот образом И напомним, что у нас есть формула M умноженная на G Другим видом сил, которую мы рассматривали, является упругая сила Упругая сила описывается законом Гука Формула выглядит следующим образом Это произведение коэффициента жесткости k на x В данном случае с помощью x я обозначил удлинение тела Иногда встречается обозначение Δx, либо Δl То есть если у нас есть какое-нибудь тело, стержень Мы пытаемся его растянуть То говорим, что внутри тела возникает упругая сила Которая препятствует вот этому изменению формы тела То есть деформации Еще одним из видов сил является сила давления Которая находится как произведение давления, действующего на поверхность Произведение p на s Правильно здесь было бы обозначить p маленькое, а не p большое Под p большое мы кстати обозначаем с вами вес Дальше, одной из последних сил, которые мы с вами изучили Была сила Архимеда Сила Архимеда, как мы помним, находится с помощью вот такого вот выражения Это произведение плотности той жидкости или газа, в которой тело находится На ускорении свободного падения и на объем погруженной части тела в эту жидкость или газ Поэтому здесь у нас выступает рост жидкости, а здесь объем погруженной части тела Кроме этих перечисленных сил, естественно существуют и другие силы, с которыми мы будем постепенно ознакомиться Изучая курс физики В частности существует сила сопротивления, которая действует на любое движущееся тело Существуют различные электрические, магнитные силы и так далее Но пока достаточно и этого Давайте вспомним, каким образом мы можем определить наличие силы как таковой Как можно выяснить, что сила действует на тело Вот предположим у нас есть тело Первое, значит под действием силы может происходить деформация этого тела То есть предположим с помощью силы мы попытались тело удлинить И это удлинение мы можем увидеть То есть это вот деформация удлинения, а это вот деформация сжатия будет А если на тело действует эта же сила, то оно способно в принципе просто-напросто переместиться под действием этой силы Ну давайте посмотрим пример Вот допустим это тело, действует сила и под действием этой силы тело перемещается Мы легко можем сами такой опыт проделать Вот у вас лежит, например, тетрадка или учебник перед вами Вы можете легким движением руки сдвинуть эту свою тетрадку Также, кстати говоря, вы можете ее и на самом деле деформировать То есть можно изогнуть, например, тетрадь и так далее Итак, значит подведем итоги Сила проявляет себя следующим образом Под действием силы тела либо деформируются, либо перемещаются Значит, поэтому давайте мы себе здесь запишем Запишем себе в тетради Значит, действия Действия силы Действия силы То есть как она себя проявляет Первое это деформация Первое деформация И про деформацию мы говорили с вами ранее, когда изучали закон Гука Вот он здесь, закон Гука у нас Вот это он Описывает как раз таки деформации В простейшем виде мы знаем несколько видов деформации И второе Под действием силы тело может перемещаться Перемещение Сейчас, в данный момент, нас будет интересовать именно второе действие силы Перемещение Поэтому переходим к нашему учебнику 55 параграфу Значит, мы видим, что здесь начинается новый раздел И мы напишем этот раздел Запишем это заглавие у себя в тетрадке Прям таки можно начать с новой страницы Запишем Работа и мощность Работа и мощность Точка Энергия Работа и мощность Точка энергия И тема конкретно сегодняшнего нашего урока Тема конкретно сегодняшнего нашего урока Механическая работа единицы работы механическая работа единицы работы давайте откроем учебник и будем работать вместе с ним вот уже первый абзац первый абзац учебника давайте прочитаем здесь написано что в обыденной жизни словом работа мы называем всякий полезный труд рабочего инженера ученого учащегося значит а физики а физики понятие работы несколько иное здесь мы сталкиваемся с примером того что существует некое расхождение между терминологии используемой физики и терминологии который с которой мы сталкиваемся в повседневности но это не должно нас смущать в принципе мы уже сталкивались с такими вещами в частности например когда мы говорим про массу мы измеряем ее в килограммах то есть например масса учащегося 50 килограмм но в быту часто говорят что там моя мой вес составляет 50 килограмм или мой вес 80 килограмм то есть мы часто путаем понятие массы и веса но на бытовом языке это допустимо но с точки зрения физики вес это все же величина другая вес обозначается буквой p большое и в простейшем случае если там тело находится на поверхности равен произведению массы тела на ускорение свободного падения измеряется уже в ньютонах так как это является силой если мы 50 умножим примерно на 10 то у нас получается что вес этого тела будет примерно примерно 500 ньютонов то есть получается вес учащегося правильно говорит что это примерно 500 ньютонов они 50 килограмм и вот здесь вот у нас такая же некая проблема возникает и с понятием работы ну давайте посмотрим что же физики принято подразумевать под понятием работы это определенная физическая величина значит ее можно измерить ну кстати говоря от себя я добавлю что на самом деле существуют некие физические величины которые измерить нельзя но тем не менее не все равно является физическими то есть измеримость не является критерием того что это величина физическая ну вот здесь можно примеры жизни привести например если я дам вам 100 рублей например то сколько денег будет у вас правильный ответ будет звучать примерно таким образом не знаю сколько так как неизвестно сколько денег у вас в кармане было до этого то есть мы знаем лишь изменение денег которые с вами произошло то есть вот они вас увеличилось на 100 рубля сколько стало мы не знаем нужно неизвестно сколько было подобной ситуации мы потом рассмотрим и далее когда будем говорить про следующую величину которая называется энергия а теперь чтобы была некая определенность мы будем добавлять к слову работа термин механическая механическая работа то есть это будет говорить о том что мы подразумеваем в нашем физическом контексте значит давайте посмотрим здесь есть примеры ситуации когда говорят про механическую работу вот есть иллюстрация в учебнике поезд движется под действием силы тяги электровоза при этом совершается механическая работа при выстреле из ружья сила давления пороховых газов совершает работу перемещает пулю вдоль ствола скорость пули при этом увеличивается но вот здесь как раз таки примеры если мы видим что в этих примерах в обоих примерах здесь во первых есть сила во вторых по действием то есть этой силы происходит перемещение происходит перемещение тела то есть если в первом примере по действием электровоза перемещается вагона то силы тяги правильно горит так по действием силы тяги электровоза перемещается вагона то во втором случае мы говорим что под действием силы давления пороховых газов происходит перемещение пули и так значит ключевыми фразами здесь получается будет следующее вот мы видим в этом в этом абзаце у нас сказано что работа совершается в том случае когда сила действуя на тело уменьшает скорость его движения ну то есть изменяет каким-то образом да желая передвинуть шкаф мы силы на него надавливаем но если при этом движение не приходит то механической работы мы не совершаем вот вам другой пример то сила есть нет перемещений поэтому никакой работе здесь речи не идет ну и бывают другие случаи когда тело например может двигаться может двигаться двигаться по инерции но при этом силы никакие не действует либо действие этих сил скомпенсировано то есть как говорят что равнодействующая равняется нулю подведем теперь итог всему этому итог следующий механическая работа совершается только когда на тело действует сила и она движется то есть ключевое здесь должна быть и сила и должно быть движение и сила и движение и теперь мы можем сформулировать определение что же такое механическая работа то есть механическая работа прямо пропорционально приложенной силе и прямо пропорционально пройденному пути вот такое определение можно было бы сюда добавить два слова, что это физическая величина. Значит, давайте мы вернемся к своим тетрадям. Вернемся к своим тетрадям. И попробуем выполнить первое наше задание. Задание заключается в следующем. Под цифркой 1. Дайте определение. Дайте определение. Ну, естественно, пользуюсь учебником. Итак, механическая работа это. Механическая работа это. Ну и правильный ответ мы видим в учебнике. В учебнике у нас выделено голубым. Здесь механическая работа. Давайте запишем себе, добавив сюда два термина, два слова. Механическая работа тире это физическая величина. Механическая работа тире физическая величина, запятая. Которая, которая прямо пропорционально, прямо пропорционально, прямо пропорционально приложенной силе и прямо пропорционально И прямо пропорционально пройденному пути. От себя добавим следующее, что работа это величина, которая характеризует перемещающее действие силы. Поэтому давайте дальше добавим, что работа характеризует перемещающее действие силы. Оставим себе эту фразу. То есть у нас кроме определения есть еще и вот эта фраза. Работа характеризует перемещающее действие силы. Попробуем выполнить второе задание. Второе задание под буквой А. Механическая работа совершается только в тех случаях, когда на тело надо вставить что-то и тело. Давайте попробуем ответить себе. Для этого мы вернемся к учебнику. И ответ мы видим вот здесь. Итак, механическая работа совершается только когда на тело действует сила и оно движется. То есть ключевое должно быть действие силы и должно быть движение. То есть два этих фактора должны действовать одновременно. Поэтому давайте запишем себе, запишем в тетради следующую фразу. Механическая работа совершается только в тех случаях, когда на тело действует сила и тело перемещается. 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 Ну или может было написать движется. Перемещается или движется. Ну и теперь давайте подумаем. Если у нас в определении. Если в определении одновременно есть два вот этих вот действия. То какая должна быть формула математическая, которая будет соответствовать этому предложению. То есть смотрите, она прямо пропорционально приложенной силе и прямо пропорционально пройденному пути. То есть вот мы можем записать все следующее. Давайте запишем себе в тетради, что работа равна произведение силы на путь. Произведение силы на путь. Произведение силы на путь. Ну и дальше следующим шагом, естественно, мы можем это все упростить. Обозначить вместо слов, обозначить кратко буквами эти наши термины. Мы уже договорились, что путь перемещения мы обозначаем буквой S. Силу от слова force мы обозначаем буквкой F. Ну и от немецкого слова arbeit, что и означает, собственно, в переводе работа. Это A, arbeit. Обозначим ее буквой A. И мы получаем следующую математическую формулу. A равняется F умноженное на S. A равняется F умноженное на S. Поэтому мы теперь можем перейти сюда и выполнить второе задание. Задание под буквой B. Запишем себе в тетрадке. Запишем себе в тетрадке. Значит, механическая работа вычисляется по формуле A равняется F умножить на S. A равняется F умноженное на S. Где A работа, F тире сила и S путь. S путь. A это работа, F это сила и S это путь. Значит, давайте мы снова вернемся к нашему учебнику. Раз у нас есть новая физическая величина То должны быть какие-то единицы измерения для нее И вот за единицу измерения приняли единицу названную Джоулем В честь английского ученого Джоуля Про которого мы позднее поговорим Определение будет такое То есть если у нас работает произведение силы на путь То для определения единицы измерения работы Мы должны единицу измерения силы умножить на единицу измерения пути Таким образом мы получаем с вами следующее 1 Джоуль равняется 1 Н умноженный на 1 метр Ну или единицу можно убрать Здесь поставить 1 Н умноженный на метр Я напоминаю, что в системе СИ принято все единицы измерения Которые называются в честь людей Обозначают с большой буквы Так как это по сути аббревиатуры Первые буквы их фамилии Ну а фамилии пишутся с большой буквы А метр, килограмм или секунда пишутся с маленькой буквы Ну и не забываем про правильное написание единиц Правильное обозначение приставок К единицам измерения Итак, значит мы с вами получили Что работа измеряется в Джоулях Значит, записали это Значит, давайте напишем себе в тетради Единица измерения работы Единица измерения работы Джоуль То есть когда мы единицу полностью пишем С маленькой буквы Краткое ее обозначение ДЖ Д большое, Ж маленькое И напишем, что 1 Джоуль 1 Джоуль равняется 1 Ньютон умноженный на метр 1 Ньютон умноженный на метр Так, значит, дальше Давайте заполним следующую таблицу Заполним следующую таблицу Значит, у нас здесь третье задание Значит, написано условие И надо выяснить Что можно сказать про работу в этом случае Значит, сила направлена в ту же сторону Куда движется тело Сила направлена в противоположное направлении движения И сила направлена перпендикулярно движению Чтобы ответить на этот вопрос Мы должны заглянуть в учебник Давайте посмотрим Значит, так как я сказал, что Сила описывает перемещающее действие Первая работа описывает перемещающее действие силы То есть, вот у нас, допустим, тело какое-то На тело действует сила И у нас здесь возможно, собственно, несколько вариантов Либо под действием этой силы Тело перемещается у нас в этом направлении А второй вариант Сила действует в одну сторону А тело, тем не менее, перемещается в другую сторону Как вы думаете, такие ситуации бывают? Ну, на самом деле, естественно, бывают То есть, например, автомобиль Автомобиль едет у нас, например, справа налево Но при нажатии педали тормоза Происходит торможение Возникает сила сопротивления добавочная И вот сила направлена в сторону противоположного движения То есть, в данном случае, сила препятствует движению тела Если в первом случае сила способствовала движению тела То есть, она его разгоняла, перемещала в этом направлении То во втором случае наоборот То есть, эта сила препятствует движению тела в данном направлении И существует третий вариант Когда, например, тело движется в одну сторону А сила действует абсолютно перпендикулярно То есть, даже никакой проекции, никакой составляющей на это направление нет Тогда говорят так Что в первом случае, если сила способствует перемещению тела Мы говорим, что работа положительна Во втором случае, если сила препятствует движению тела Мы говорим, что работа этой силы отрицательна Ну или третий вариант остается Когда сила направлена таким образом, что никак не способствует, не препятствует движению тела То есть, это безразлично Что эта сила есть, что ее нет Она на данное перемещение не влияет Мы говорим, что работа этой силы равна нулю Вот у нас получилось три таких варианта Я нарисовал их здесь Значит, и давайте мы посмотрим это же описание у нас в учебнике В учебнике сказано, что если направление силы совпадает с направлением движения тела То данная сила совершает положительную работу Как мы и сделали на рисунке Второй вариант Если же движение тела происходит в направлении Противоположном направлению приложенной силы Например, силы трения, скольжения То данная сила совершает отрицательную работу Вот здесь в частности написано Опять-таки, возьмем эту формулу Что работа равняется произведению силы на путь В данном случае, в качестве этой препятствующей силы выступает сила трения Поэтому здесь подписано ее название Сила трения И в формулу поставлен знак минус То есть здесь минус выставляется из тех соображений Что данная сила, она препятствует движению И третий вариант Если направление силы, действующее на тело Перпендикулярно направлению движения А это как раз наш третий рисуночек Работа равняется нулю Работа равняется нулю Значит, давайте мы вернемся к этому заданию Значит, в принципе мы его выполнили графически То есть вот здесь у меня уже было нарисовано И это в принципе и есть решение этой нашей задачи То есть здесь перемещение Давайте мы просто укажем здесь каким-то образом перемещение Укажем каким-то образом перемещение Вот я допустим S обозначу Чтобы у нас был вектор пути, например, будет Здесь перемещение вот туда я обозначу Чтобы здесь на рисунке явным образом было видно Что они направлены в разные стороны И здесь Так Итак, первый рисунок На первом рисунке направление силы и перемещение совпадает На втором рисунке направление силы и перемещение В противоположные стороны направлены И работа здесь получается будет отрицательной И третий рисунок Когда они взаимоперпендикулярны То есть важно здесь обозначить, что угол равен 90 градусов Вопрос сразу возникает такой А если сила направлена под каким-то вот другим углом Ну вот произвольно какой-то случай Вот, например, тело движется вот в этом направлении Движется в этом направлении А сила действует как-нибудь вот под таким вот углом Под каким-то углом, который можно обозначить там буквой альфа, например Там угол альфа, например, да, греческая буква альфа Ну вот с такими ситуациями мы познакомимся несколько позднее То есть в математике в восьмом классе вы узнаете Что для таких целей вводятся специальные величины Которые зависят от углов Ну забегая вперед скажу, что эта величина называется косинус И в эту вот формулу для работы ее можно будет добавить Тем самым вот эти вот все три ситуации Будут описываться некой одной формулой Но пока нам про это рано думать Значит, давайте рассмотрим более простые ситуации Значит, еще раз повторим Значит, мы с вами познакомились с понятием работы Мы выяснили, от чего она зависит Познакомились с формулой Выяснили, как определяется знак работы Мы знаем единицу измерения Ну и давайте попробуем порешать простенькие задания Значит, выразите в джоулях, например Выразите в джоулях Значит, ну здесь задание не сложное Задание на знание приставок На знание приставок в системе C Вот эта вот маленькая буква K Это кило Значит, читается 2 кило джоуля Кило играет роль множителя, обозначающего 1000 Напоминаю, кило это 1000 Например, 1 килограмм это 1000 грамм Или, например, 1 килопаскаль это 1000 паскалей Ну а в данном случае 2 кило джоуля Это значит 2000 джоуля Записываем все в тетради 2 кило джоуля это 2000 джоулей Следующий, значит, 0,4 мили джоуля Значит, мили означает одну тысячную То есть вот это вот число 0,4 мы должны разделить на 1000 Ну, если совсем нам, например, тяжело Мы можем в любой, в принципе, ситуации воспользоваться калькулятором Калькулятор, значит, если он у вас на столе, например, 0,4 Значит, мы разделим Ну, на самом деле, немножко стыдно ведь отделить на 1000 Мы ведь знаем правила деления Они говорят о том, что мы просто-напросто должны запятую переместить влево Если мы делим, мы перемещаем влево на это число знаков То есть мили говорит, что это надо разделить на 1000 То есть двинуть на 3 знака Ну вот мы видим ответ 0,4 джоуля То есть такая некая маленькая работа Давайте мы здесь обозначим 0,004 джоуля Напоминаю, что джоуль пишется с большой буквы И 200 мили джоуля Мы должны 200 разделить на 1000 Что-то получается 0,2 джоуля Так, замечательно Мы справились с этим заданием Справились с этим заданием Я надеюсь, вы в тетради его себе записали Записали это все в тетради Значит, давайте перейдем к следующим заданиям Значит, домашнее упражнение Значит, это в конце учебника В конце параграфа упражнений 30 Ответим устно Значит, на первое и второе задания Давайте посмотрим, что нам предстоит сделать Какие два... А, упражнение 30 В каких из ниже перечисленных случаев Совершается механическая работа? Мальчик влезает на дерево Девочка играет на пианино Вода давит на стенку сосуда И вода падает с плотины Значит, чтобы ответить на эти вопросы Мы должны снова вернуться к определению работы То есть, в работе у нас фигурирует сила и перемещение То есть, чтобы была работа Должна одновременно быть и действие силы, и перемещение Если чего-то из этого нету То нет работы Давайте проанализируем Мальчик влезает на дерево Чтобы залезть на дерево Надо приложить какие-то силы Да, необходимо преодолеть действие силы тяжести Соответственно, сам мальчик должен прикладывать какую-то силу Для того, чтобы перемещаться по дереву И при этом мы видим перемещение То есть, здесь в данной ситуации есть сила и есть перемещение Поэтому однозначно есть и работа Вторая ситуация Девочка играет на пианино Девочка играет на пианино Значит, если здесь перемещение Девочка не перемещается Но перемещаются ее пальцы, руки, ладони Перемещаются клавиши Понятное дело, что клавиши Для того, чтобы они переместились На них действует сила со стороны пальцев девочки Поэтому в данной ситуации мы тоже можем говорить о работе Потому что здесь есть и сила, и есть перемещение Второе Вода давит на стенку сосуда Ну, представим себе бутылку, например Бутылку, и в этой бутылке находится вода Вода перемещается куда-то? Нет Вода в бутылке никуда не перемещается А давление там есть? Давление есть Оно находится по формуле Ро умножить на g умножить на h То есть есть давление А раз есть давление, есть и сила То есть сила давления находится как произведение Этого давления, рожа h На площадь стенки Ну, в каком-то участке Или взять среднюю силу давления Которая равняется 1, 2 От 0 и до максимального значения давления Но при этом здесь нет перемещения То есть стенка под действием силы давления не перемещается Соответственно, работа Работа силы давления воды равняется нулю И последняя, четвертая ситуация Вода падает с плотины В этой ситуации у нас есть сила Это сила тяжести под действием которой происходит падение воды И у нас есть перемещение А значит есть и работа Значит Ну, это я предлагаю вам самостоятельно разобрать В качестве домашнего задания Значит, давайте мы перейдем к задачнику И попробуем какие-то задачи частично решить Устно, частично решить письменно Значит, еще раз Устная разминка на пружине Неподвижно висит груз Совершает ли механическую работу Действующая на груз силы упругости Значит, тут у нас есть рисунок Значит, я что попробую сделать Я попробую здесь изобразить направление действия сил Сила упругости действующая на груз Направлена вертикально вверх Это F-упругости F-упругая F-упругая с черточкой А сила тяжести направлена вертикально вниз А как вы думаете, эти силы равны друг другу? Правильно Если груз находится в неподвижном положении Эти две силы равняются друг другу Равнодействующая 0 И равнодействующая равная 0 Это одно из условий положения тела в состоянии рунвеси То есть равнодействующая 0 То есть упругая сила Упругая сила Упругая равняется Силе тяжести Значит, теперь давайте ответим на вопрос Совершается ли здесь механическая работа Чтобы ответить на этот вопрос Мы еще раз вспоминаем формулу Работа равняется F умноженной на S У нас здесь по сути две силы Поэтому она должна ответить для каждой из них Давайте посмотрим первую Сила упругости Сила есть? Есть Если перемещение В условии задачи сказано, что неподвижно висит А раз неподвижно, то работа не совершается Потому что S равно 0 F умножаем на 0 Получается 0 То же самое с силой тяжести Сила тяжести есть Значит, перемещения нету Поэтому силу умножаем на 0 Получаем нулевую работу Вот так Здесь в принципе не сложно А когда груз находится в движении Когда он колеблется на пружинке То, естественно, работы сил уже не нулевые Значит, давайте посмотрим следующую задачу В каких случаях сила тяжести совершает механическую работу? В каких случаях? Значит, здесь Значит, сила тяжести Значит, она действует у нас вертикально вниз Сила тяжести действует вертикально вниз И перемещение происходит в эту же сторону И перемещение сюда же происходит В этом же направлении То есть работа есть И более того Работа здесь со знаком плюс Работа положительная Значит, в данном случае Значит, сила тяжести есть Но здесь нету перемещения Перемещение 0 А раз так, то и работа тоже 0 И последний вариант Значит, у нас есть шарик Который катится по столу В горизонтальном направлении Сила тяжести действует вертикально вниз Пардон, сила тяжести Сила тяжести Здесь тоже надо поставить знак вектор над силой Значит, у нас есть перемещение Есть какое-то перемещение То есть я должен был горизонтально вот так вот нарисовать Горизонтально Но здесь они взаимоперпендикулярны А раз так, то работа тоже равняется 0 Итак, значит, в каких случаях Сила тяжести совершает механическую работу Только лишь в первом случае Вот в этом случае, когда тело падает вниз Во втором случае работа не совершается Так как нет перемещения Перемещение равняется здесь 0 И в третьем случае Перемещение есть Есть сила Но работа равняется 0 Потому что так договорились определять В данном случае эта сила Не способствует и никак не препятствует Перемещению тела А значит, ее работа равняется 0 Идем дальше Значит, автомобиль равномерно движется по шоссе Совершает ли при этом работу силой тяжести Силой тяжести при этом опять-таки Работу не совершает То есть ситуация подобна шарику Вот в третьем рисунке Теперь несколько расчетных задач Давайте посмотрим В каком случае совершена большая работа При действии силы в 8 ньютонов На расстоянии 5 метров Или при действии силы в 20 ньютонов На расстоянии 2 метра Обе силы направлены в сторону движения Обе силы направлены в сторону движения Давайте перейдем к решению Итак, прочитаем условия Нам необходимо сравнить работы То есть мы должны найти А1 и А2 И было бы неплохо даже их отношения найти Значит, запишем здесь краткое условие Значит, А1-знак вопроса А2-знак вопроса Подведем здесь вертикальную черту Горизонтальную черту Еще раз вернемся к условию Еще раз вернемся к условию Значит, у нас есть сила в 8 ньютонов И перемещение в 5 метров И 2,20 8,5 Сила в 8 ньютонов Обозначим это Ф1-с1 5 метров А2-знак вопроса Ф2 равняется 20 ньютонов И перемещение здесь было С2-2 метра Значит, ну Простенькая расчетная задача Напишем здесь решение Решение Запишем формулу А1 Первая работа Это, соответственно, будет Произведение первой силы На первый путь Ну и давайте посчитаем Значит, 8 ньютонов Надо умножить на 5 метров 8 умножаем на 5 Получается 40 А ньютон умножаем на метр Получаем джоуль То есть получилось 40 джоулей Работа вторая А2 Это, соответственно, вторая работа Умножить на второе перемещение И получается 20 ньютонов 20 ньютонов умножить на 2 метра 20 умножить на 2 Получается 40 Ну и ньютон умножить на метр Получается джоуль Вывод какой Эти обе работы равны А1 равняется А2 Ну и запишем ответ Работы равны То есть мы записали краткое условие Проанализировав текст задачи Записали расчетные формулы И по ним произвели расчеты Напомним, что работа Это произведение силы на перемещение Идем дальше Посмотрим следующую задачу Мы перейдем на следующий уровень Значит, такая задача Груз массой 1 кг Равномерно подняли на 1 метр Какую при этом совершили работу Итак, груз 1 кг Подняли на 1 метр Значит Ну вот учебник, конечно, не 1 кг имеет массу Да Но можно себе представить некую ситуацию То есть, например, с пола подняли Какое-то тело на уровень чуть выше парты Значит, какую совершили при этом работу Значит, давайте запишем условие задачи Значит, а-знак вопроса Значит, из того, что нам дано Мы знаем, что масса тела 1 кг И высота h 1 метр Решение Ну, если напрямую отвечать То можно столкнуться с такой проблемой Мы напишем, что а равняется f на s И сразу смотрим Знаем ли мы здесь силу Нет в условии силы нету И если здесь перемещение обозначено буквой s Тоже нет У нас высота h обозначена Ну, давайте мы Сделаем небольшой поясняющий рисуночек Вот тело Это тело подняли на какую-то высоту Эту высоту обозначим h Значит, давайте посмотрим Какие силы Какие силы здесь, собственно, действовали Ну, во-первых, действовала сила тяжести Сила тяжести Ну, а во-вторых Если мы это тело поднимали То мы должны были приложить Какую-то другую силу Которая должна была ей, как минимум, равняться Ну, по условии скажем Тело поднимали равномерно А раз равномерно, то равнодействующая сил Равняется нулю И мы, собственно, прикладывали силу, равную ей То есть у нас получается, что наша сила Наша сила, которую мы прикладывали Равняется силе тяжести А сила тяжести, мы знаем, равняется произведению массы На ускорении свободного падения А перемещение, в данном случае, равняется высоте тела Ну и, соответственно, подставив это в расчетную формулу Получаем, что мы должны посчитать вот такое произведение М на G Это вместо H Это вместо силы И вместо перемещения мы подставляем сюда высоту Значит, у нас появилась новая расчетная величина G Подставим ее сюда Ну, если мы хотим задачку Ну, точно пускай 9,8 метра на секунду в квадрате Это ускорение свободного падения Итак, значит, 1 килограмм мы умножаем на 1 метр И умножаем на 9,8 метр разделить на секунду в квадрате 1 на 1 на 9,8 получается 9,8 Значит, ну, да Значит, если непосредственно единица измерения вот так вот смотреть Здесь может возникнуть некая путаница Но, с другой стороны, мы помним, что метр на секунду в квадрате Это есть не что иное, как Ньютон разделить на килограмм Если про это вспомнить Тогда у нас получается килограмм сократится А Ньютон надо будет умножить на метр У нас получается джоуль будет Будет джоуль Значит, ответ Ответ Значит, работа Для поднятия тела Для поднятия тела 9,8 джоуля Давайте мы попробуем решить еще одну задачу Такая задача Со скалы упал камень массой 400 грамм Какую работу совершила сила тяжести, если высота скалы 12 метров Значит, итак, у нас есть камень 400 грамм и высота 12 метров Мы видим, что здесь ситуация похожа Только если в первом случае тело поднимали, то здесь оно, наоборот, падает Значит Необходимо найти работу Значит, масса тела 400 грамм Я напоминаю, что в системе Си единица измерения массы является килограмм А это означает, что нам придется перевести И 12 метров это высота Значит, напишем здесь Си Система Си 0,4 килограмма 0,4 килограмма Решение Значит, вот у нас есть некое тело Вот оно падает А 12 метров это сколько, кстати, этажей? Один этаж Это, ну, в первом приближении примерно 3 метра 3 метра, поэтому 12 этажей это 4 этажа 4 этажа, ну, если так, стандартный жилой этаж Хотя в учебных заведениях это может быть и выше Итак, на рисунке мы здесь обозначим H это высота И формула для расчета у нас будет Мы должны силу умножить на путь Значит, в качестве силы здесь выступает сила тяжести Она равняется произведению массы на ускорении свободного падения И путь равняется высоте Подставляем одно в другое Мы получаем, что А равняется М умножить на G и умножить на H Ну, давайте мы здесь G напишем Да, нам удобно в этих расчетах брать Здесь Ньютон на килограмм Давайте так и запишем Единица измерения эквивалентна, да, этому Значит, 0,4 килограмма Умножаем на 9,8 Ньютон Разделить на килограмм И умножить на 12 метров Значит, ну, во-первых Во-первых, мы видим, что здесь вот Вот тогда прям совсем очевидно, что килограмма здесь сокращается И надо Ньютон умножить на метры А это, получается, у нас будет единица измерения Джоуль Да, давайте теперь воспользуемся калькулятором Теперь, пожалуй, он нам будет нужен Значит, мы 0,4 умножаем на 9,8 И умножаем на 12 Ответ получился 47,04 Так, ну, похоже на правду На вскидку 0,4 на 12 и на 10 Мы должны были умножить То есть 4 на 12, 48, да, получилось чуть меньше Значит, мы округлим, напишем здесь 40, 47 Какая единица измерения будет? Правильный ответ Джоули Ответ А Равняется 47 Джоули Итак, давайте подведем итоги сегодняшнему занятию Значит, сегодня в течение занятия мы познакомились с вами Мы познакомились с вами с новой физической величиной Она называется Механическая работа Механическая работа Смысл ее заключается в том, что она характеризует перемещающее действие силы Перемещающее действие силы Если перемещения нет, то нет никакой работы Дальше Работа зависит от силы и от перемещения Формула, которую определяет у нас перед глазами Это А равняется Ф умноженное на С Единица измерения является Джоули Он определяется как Ньютон умноженный на метр И дальше Есть три ситуации То есть работа может быть положительной Если она способствует перемещению тела в данном направлении Если сила совпадает с перемещением по направлению Работа может быть отрицательной Если она препятствует перемещению тела И работа может быть равняться нулю Если сила и перемещение взаимоперпендикулярны То есть сила не способствует и не мешает движению тела Значит, в качестве домашнего задания Повторить параграф 55-й И выполнить упражнение 30 Параграф 55 Запишем здесь домашнее задание Домашнее задание ДЗ Параграф 55 Упражнение 30 На этом я свой урок заканчиваю Это была Механическая энергия С вами был Константин Евгеньевич Занятие окончено До свидания Продолжение следует